Установить металлические скобы. Скобы крепятся, просверливаются отверстия не менее 10 сантиметров глубиной. Г-образная скоба. Виктор Трошин, художник по камню, к памятнику Чапаеву относится как к родному. Перед тем, как приступить к работе, изучил всех героев композиции. Анка, значит, вымышленный герой. Анка, как и Петька. Оба вымышленные героя. Вы посмотрите на Анкин взгляд. Смотрит будущее. Будущее вроде бы и не за горами. Памятник был открыт в 1932 году. Над созданием трудился скульптор Матвей Манезер. Чапаев неоднократно становился жертвой охотников за драк металлами. Многие элементы сохранились только на архивных фотографиях. В 1960-м скульптурную композицию стали ремонтировать, но с нарушениями. Довольно значительная часть снимаемых, которые способны были к снятию элементов, они действительно были сняты и потом сделаны. И сделаны, скажем так, достаточно приблизительно. Так как топ-пулемет, завершение винтовок. Они превратились в карабины у нас в какой-то момент. То есть кто-то решил, что оружие, оружие, все равно. Реставраторы говорят, Василий Иванович постарелый. Как у любого человека, у него появились болячки, которые нужно вылечить. Деньги на лечение собрали совместно из городского и областного бюджетов. Мы помним, что это объект культурного наследия федерального значения. И все то, что остается, это максимально сохраняется. То есть у нас нет задачи заменить все на новые материалы. Будут восстановлены элементы утраченной и элементы, которые были восстановлены, но не по проекту Манезера, который воссоздал этот момент. Работа по реставрации Чапаева ведется по всем фронтам. Непосредственно на памятнике и здесь, в литейном цехе политеха. Держатели штыков, сами штыки, пулеметы, саблю Василия Ивановича, которые, естественно, сохранились в единственном экземпляре, печатают на 3D-принтере. Это держатель штыка на винтовку. Элемент держателя штыка на винтовку. В данном вот здесь видно 3D-модель отливки, по которой мы будем его отливать в центре литейных технологий. И вот элемент деталей, напечатанных на 3D-принтере. После этого, когда мы соберем полностью деталь, макет детали, модель детали, мы передадим в цех литейный и уже будем осуществлять заливку. Такая система позволяет сделать качественные дорогостоящие детали, которые в точности будут соответствовать оригиналу. Не печальтесь, Василий Иванович, будет у вас и пулемет, и шашка. Реставрационные работы Чапаева завершатся в конце октября-начале ноября. Вандалам вход строго запрещен. На территории памятника будет дежурить охрана. Мариана Мирная, Константин Головин. События.